Это что за кусочек? Мякоть. Вот который я говорила, весь он ровненький, для запекания очень хорошо, на гуляшек подходит. Так аккуратно. У него внутри нету прожилок, он такой цельной. Он внутри без прожилок, без пленок. Да, поэтому его запекать хорошо, потому что он очень такой аккуратненький, реально, вот такой прям красивый. Весь цельной, нету ни пленочек никаких, ничего, я все это посрезала. Маленький остаток, сейчас мы уберем. Такой вот замечательный кусочек. Вот. Ласточку сейчас будем зачищать, хочешь? Посмотри, как она там зачищается. Ласточка, хочу. Да, она такая страшненькая, сейчас все сжиру, непонятно в чем. Сейчас мы из нее сделаем красавицу, которая как раз подходит для маленьких деток. Очень мягенькая, у нее внутри тоже нету прожилок, только пленки сверху. Сверху мы их сейчас все уберем. В общем, маленьких деток надо кормить ласточками. Смотри, какое сердечко там было, ты его безжалостно отрезал. Ну, я же работаю, я не смотрю на сердечки. Мне же надо на витрину положить эти кусочки красивое мясо. У меня вот, например, даже когда приходят молодые мамы, да, вот у меня даже, например, не хватает совести сказать, что... Ну, к примеру, лежит кусок вот такой на витрине, да. Я знаю, что он для детей не подходит, то есть он жесткий, там, крупные волокна. Как я уже сказала, он на гуляш на фарш, там, для запечи, что-то еще. Если у меня, к примеру, нету той части, которая именно подходит для детишек, очень мягкая которая, да, я могу, например, сказать, вам прям сегодня мясо надо, может быть, вы лучше завтра придете. Но я никогда не могу продать жесткое мясо именно для детей. Ну, я не знаю, может быть, то, что у меня своих двое, но как бы дети, мне кажется, есть практически у всех. Но у меня язык не поворачивается, когда мне маленькому ребенку. Вот такое, я даже не смогу продать его, ну, вернее, оно не подойдет. А почему? Потому что, грубо говоря, там крупные волокна, потому что оно будет жесткое. Мама очень любит. Маленькие, молодые. Мама приходит ко мне за мясом. Я отрезаю им по 200-300 грамм, если им надо. Я не говорю, что вот целый кусок берите, не знаю, как хотите. Хотя, в принципе, даже ласточка, она небольшой совсем кусочек. Может, грамм 800 получается. Но если у меня просят отрезать 200 грамм, я всегда отрезаю. Ну, правильно, хочется, чтобы ребеночке всегда свежим. Естественно, потому что я считаю, что ребенку те же 700 грамм брать не надо, потому что она лежала, вымерзала. Лучше прийти свежую взять. И то, что это мякоть, там же нет костей. Я понимаю, когда кусок с косточкой. С одной стороны кость, с другой стороны мякоть. Его никак не отрежешь. Но когда это просто мякоть, я считаю, что ее можно отрезать. В этом нет никаких проблем.